Тетя ко мне приехала из Москвы, на пасеку зашла. Володя, да тут у тебя воздух, ты его не дышишь, а пьешь. Все, кто больно грудной астмой, на пасеку приезжают совсем по-другому жить. Особенно если дашь маточник под язык один съест. Весь день работает и человек не задыхается. А когда вот таблетки покупают, продают, апеллак. Там я пробовал, в них чувствуется, молочко-то есть, но оно уже высушено. Каждая переработка продуктов снижает его качество. И это Марина Акентин, которая у нас лечилась на пасеке. Зимой попробовала на зарплату, мол, медсестры не получаются на эти таблетки. Ей приходится там их много глотать. А вот летом, когда маточник даешь, это дневная доза. И вот любым это борьба со старостью, с импотенцией, вот это все. Каждый один маточник, да. Баночку же медом его кинуть, залить медом потом, чтобы его сохранить. Ну, хранить тут, видите, как нужно. Вот если просто взять молочко, собрать и поставить в холодильник, оно испортится быстро. Поэтому они, кто-то набирает, вот у нас Сергей Петрович, вот заготавливает себе. Они набирают и сразу в морозилку закладывают. И вот трутневый гомогенат. Если вы большой банк наберете молочка, в морозилку сунете, замерзнет, его потом не уковырнешь. А разогревать будешь зимой, и все. Поэтому гомогенат надо замораживать дозами, такую, чтобы сразу взял и готово. Вот тогда получится. А в большой банке не получается. И считается трутневый распорка по своим качествам, даже лучше маточного молочка. У японцев давно только богатый человек может взять горсть этих червяков и съесть себе труднее. Потому что это уже ценность такая большая. Не как-то так противно. А противно попробовать, а вкусно. И даже один раз это. Ну не пробуем. Но это эксперимент, я проберу в королю. Это все. А некто это, вот взять профессор Кожевников, он еще в 28 году жарил этих трутневые и ел их. А получается, что яичницу вы едите. То есть крупные эти ячейки. На 14-й день. Даже если в трутне живых будете есть, и то этот голковый корм лучше, чем говядина или свинина. Белок насекомых считается полезным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова